Православные христиане отметили один из самых древних и почитаемых праздников Богоявления. Праздник Крещения Господни традиционно включал торжественную литургию в Богоявленском храме, освящение воды и купание в Иордании. В течение четырех часов на Качгартинскую курью приходили горожане, чтобы совершить омовение. Чем полезен древний ритуал и что об этом говорят врачи, расскажет Валентина Чибичек. Очень хорошо, рекомендовано для здоровья. Как согреваетесь после и как готовитесь до? Молитвка моя дорогая, только молитва. Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас, грешных. Минус 9 по Цельсию, небольшой ветер и снег. Такой погодой встретил на Ренмар Богоявление. Кульминация православного праздника традиционно состоялась на Качгартинской курье, где прошло массовое купание в проруби. Постоянно купаюсь? Да? Да. Какое ощущение? Ну, хороший эффект. Давно купаете? Давно. Сколько лет? Лет 8. Лет 8? Какой эффект на вас? Хороший. Попробуйте. Попробовать на себе исцеляющий эффект освященной воды в этом году пришли около 500 горожан. Согласно верованиям христиан, вода в праздник Богоявления приобретает лечебные свойства и животворящую силу. Перед купанием священник Богоявленского храма освящает купель и рассказывает, как правильно совершить омовение. Главное в этом древнем ритуале – молитва и вера в священное слово. Здесь просто вера. Человек верит в Бога и Господь ему помогает. Почему человек выходит с купеля совсем другим человеком? Благодать, радость, он такой, на самом деле, ощущает прилив сил, но на самом деле Господь его укрепляет. Насколько полезны купания в проруби, скажет только опыт конкретного человека. Крепкий организм в холодной воде получит дополнительную закалку. Слабый иммунитет нанесёт большой ущерб организму. Люди, страдающие гипертонической болезнью, инфаркт перенесший, страдающие гипертонической болезнью – это противопоказано. Потому что кратковременный перепад температуры почти в 40 градусов, то есть наша 36, пусть в воде будет минус 5, минус 6, перепад вызывает резкий спазм сосудов всего организма. Надо разумно подходить к этой процедуре, а не просто брать её, как утеха, для развлечения. А так всем хорошего здоровья. Служители церкви также говорят о разумном подходе к крещенским купаниям. Конечно же, здесь должно быть благоразумие. И те, кому не позволяет возраст, немощь, естества, болезни, они должны в храме обрести эту благодать, подчеркнуть этой воды, взять её в свои дома, чтобы каждый день это освящение обновлялось. Чтобы праздник прошёл без инцидентов, площадка на Качикартинской курее была тщательно подготовлена. Сотрудники чистого города сооружали купель на протяжении трёх дней. Иордань для крещенского купания выполнена по всем правилам безопасности. Цельнометаллическая конструкция, дно и бортики, чтобы окунающимися было удобно входить и выходить в воду. В течение четырёх часов у Иордани дежурили спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи. А в пунктах обогрева всем желающим предлагали горячий чай. Мы для всех приготовили купающихся чай с мёдом, с разными травами, с конфетами, чтобы они, откупавшись, перекрестившись, пришли, переоделись и попили горячего вкусного чая, чтобы им было бодро, чтобы у них здоровье пребывало, чтобы они, наконец, почувствовали вот эту Божью благодать. Считается, крещенская святая вода имеет способность не портиться в течение долгого времени, способна лечить душевные и телесные болезни. Пьют её натощак, попросив у Всевышнего духовного и физического здоровья. И вовсе не обязательно брать её про запас. Верующие говорят, много должно быть не воды, а веры. «Берут же её на год, будем пить периодически». «Вы только пьёте ли ещё и как-то для приготовления пищи, для умывания? Вот для каких-то целей?» «Ну, конечно, умываются, умываются. Умываемся, пьём». «Приди Иисуса на заветный день, с кого и крестись, а…» В сам день крещения Господня, 19 января, во всех храмах страны проходит божественная литургия. В Наринмаре она началась в половину восьмого утра. Прихожан, как всегда, много. Семьи с детьми, люди высокого возраста и школьники. «Мы пришли сегодня с ребятами сюда на причащение. Пришли второй раз. Очень понравилось, такое хорошее ощущение. По-новому ощущаем себя. Чаще приходить сюда не получается, но вот отстояли молитвы, праздничную литургию. Пришли у нас, ребята, должно было быть 10 человек. Пришло 9 из них. Это те, с кем мы коллективно ходили в прошлом году креститься». После утренней службы прихожане во главе с епископом Наринмарской епархии и служителями церкви отправились на купель. Освящение воды в два дня проходит одинаковым ритуалом, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается. «Приношу воду и первым делом, чтобы всех окропить, кто не успел сходить по каким-то причинам. Это самое главное, мне кажется, этот праздник». На Руси с крещением было связано множество народных примет. Многие из них относились к хозяйственной деятельности и предсказыванию погоды. Так что праздник Богоявления был значим для христиан вдвойне. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Продолжение следует...